Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас четвертый, заключительный скринкаст по FIGME. Причем заключительный в обзорной серии, а я надеюсь сделать еще несколько скринкастов, поскольку наш дизайнер скинул мне ссылку на плагины к FIGME. По-моему там много интересного. Итак, последнее о чем нужно рассказать в кратком обзоре FIGME, это о работе с изображениями, градиенте, эффектах и сохранении. И в принципе этих знаний вам будет достаточно, чтобы выполнять в FIGME задания средней степени сложности. Итак, что касается изображений. Понятно, что в дизайне вам чаще всего нужно вписывать их в площадь. Это у нас векторная графика, а не растровая. И работа с изображениями здесь периферийная задача. Вот здесь по идее у нас должна быть карта, так как это велотрекер. Поэтому идем в заливку. В заливке, кроме собственно самой заливки и градиента, о котором я расскажу чуть позже, есть еще вот такая штука – Image. Что, как несложно догадаться, позволяет вставить изображение. И соответственно выбираем карту. Print Screen я сделал заранее и он ее вставляет ровно по границам прямоугольника. Небольшие настройки изображения тут все-таки есть, но конечно это не Photoshop. Но и задачи тут другие. Непосредственно к задачам относится то, как он впишет изображение в фигуру. Это либо Fill – он заполнит собой всю площадь, оставив за гранями лишнее. Либо Fit – вставит картинку целиком, сохранив пропорции. И если они не соответствуют площади, он добавит пустые поля. Либо сверху и снизу, либо по бокам. Потом есть Crop – вы можете самостоятельно обрезать изображение. Обрезаете – нажимаете Enter. Он при этом сохранит форму площади. Видите, углы скошены. Либо тут есть такая фишка – Tile – Плитка. Он размножит изображение. Карту множить не будем. Сейчас я кину что-нибудь более подходящее для размножения. Вот такую лапу. И соответственно, если мы потянем за этот угол, то он будет увеличивать или уменьшать исходное изображение, закрывая всю площадь. А если потянем за этот угол, то он будет изменять саму площадь. Причем тут не только угол, но и грани работают. В общем интересная история. Попробуйте, разберетесь. Не сложно. Ну и площадь, в которую вы будете вписывать изображение, может быть сложной. Фигме в общем-то все равно. Фигме пофигу. Вот такой каламбур. Далее изображение можно просто закинуть на лист, а дальше уже решать, куда его вставить. Вот, например, можно кропить или, используя шейпы, вырезать из него куски или проделывать другие разные фокусы. О шейпах мы говорили в предыдущем скринкасте. Вот. Добавим, кстати, сюда обводку. Так некрасиво. Дальше градиент. Достаточно стандартный. Линейный круг даймонд. Он показывает от какой точки, в какую будет изменять. Сейчас меняется по прозрачности. Ну и точки можно сдвигать. Мы выберем изменение по цвету. То есть выберем цвет. Отменим прозрачность. Ну не до конца. И можно добавлять еще срединные точки. Двойной клик на шкале. И сдвигать их. Если выбрать другой цвет, то будет такая история. И точки соответственно можно удалять. Выбрали точку. Нажали Delete. Вот такой у нас градиент получается. К фигурам также можно применять эффекты. В данном случае тень. Всего тут есть 4 эффекта. И у каждого эффекта есть какие-то минимальные настройки. Размытие тени, длина по XY, цвет и насыщенность. Ну в общем настроек минимум, но они понятные и реально покрывают все потребности. Это какая-то удивительная особенность фигмы. Все максимально просто, но без ущерба для функционала. Вот например эффект размытия. А так мы его просто удаляем. Ну и на один объект можно кинуть сразу несколько эффектов. Вот такая у нас получается история с фигмой. Очень мне нравится эта история. Вот такой я сделал в ней прототип приложения. Не очень красивый конечно, но мне бы чуть-чуть подольше посидеть. Ну да ладно. И все это теперь можно еще и экспортировать. Для этого мы выделяем объект вот здесь и идем в экспорт. Тут 4 формата. Основные. Опять же зачем больше. Выбираем. Есть превью. Файл. Экспорт. Ага, я тут кучу всего хотел экспортировать. Это все отменим. Оставим только iPhone X. И такой мы получаем iPhone. Иконка фотоаппарата только пропала. Это потому, что она судя по всему не была включена в этот слой. Где-то отдельно болталась. Жалко расставаться с фигмой. Так бывает, полюбишь приложение и вдруг понимаешь, что работать тебе в нем в общем-то не придется. Нет под него задач. Все любите друг друга и пусть вам повезет больше, чем мне. Это я про общение с фигмой. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.